А еще всегда приятно видеть перепуганные панические выражения на лицах незаконно прибывших россиянщиков на территорию временно оккупированного им Крыма, нашего украинского Крыма. И как раз это выражение на их лицах не просто так появляется, потому что Крымский мост, точнее Керченский, который незаконно был построен путинским российским режимом, он постоянно как-то устает. Видимо, очень жарко в нашем Крыму, просто ему не порелывки, если говорить вот так по-украински. И мы увидели в субботу 12 августа, как третий раз за последние чуть больше, чем полугода, вот такие кадры прилетов по Крымскому мосту. Конечно, незаконное правительство Крыма, поставленное Путиным, говорит, ПВО все сбило, но тем не менее остальные кадры показывают, что все, да, да, как бы и не все. Я напомню, что 8 октября, а также 17 июля были тоже вот такие уже атаки, можем сказать, что они стоят регулярными. Они говорят, дымовая завеса. Но, Юрий, что бы там ни было, какую картину, картину какого конца в лицах западных партнеров, в лицах Соединенных Штатов Америки, да и восточных, скажем так, товарищей, возможно, Путина, создают вот такие кадры понимания того, что Путин не может защитить даже такую, как он раньше называл, такой сакральный свой объект. Мне кажется, что с точки зрения, как бы смотреть на это снаружи, то, знаете, как в театре, перед тем, как начинается действие, в начале свет, как бы вам напоминает, что вот сейчас пора садиться, пора, сейчас займемся делом. И вот эти все удары по Крымскому мосту, как Керченскому мосту, это напоминание тем, кто находится в Крыму, срочно уезжать оттуда, потому что ситуация накаляется. Теперь, я думаю, что Россия может, я не знаю, с тем же успехом рекламировать каникулы в Крыму, посмотрите на новейшие атаки на мост и как мы прекратим. Ну, а это бред какой-то. Это 1984 год, если смотреть снаружи, потому что идет какая-то безумная война, непонятно с кем этим людям, они даже не понимают, что у них происходит, потому что им сказали, что можно ехать и нужно ехать. И они поехали, несмотря на то, что там не только там, я не знаю, квартиры нет и место остановиться там, как было в Советском Союзе, а просто идет война. И они вот все равно так траля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Это очень странно наблюдать снаружи. А, естественно, понимаешь, что идет полная нормализация атак на Россию, и пока что вот эта эскалация, которую в начале и до какого-то времени Запад определенно как бы рассматривал как опасную возможность, риск этого все падает и падает. Просто потому что это уже нормально. Вот после атаки на Кремль, мне кажется, что все это стало, ну, почти что обычной, потому что если можно вот именно в этот знаменитый кадр, чтобы влетел дрон, после этого это уже, значит, нормально бить где угодно по Москве. Можно бить Крымский мост, пока он не будет уничтожен. А если люди не решат использовать эту возможность для того, чтобы убраться, это называется иногда негативной селекцией, иногда законом Дарвина. Ну, надо знать разницу. Вы знаете, мой прадед был, участвовал в защите Севастополя от фашистов, и они уплыли оттуда на последнем корабле, который был, и они спаслись. Я не сравниваю никого ни с кем, но я говорю людям, которые, когда вы видите, что идет ситуация военная, чего вы ждете? Мне кажется, что Крым сейчас будет не тем местом, в котором можно сейчас отдыхать на пляже. И это я передаю, просто транслирую, особенно потому, что мы говорим по-русски, и это кто-то может услышать. Сейчас не время. Господа мои, господа, ну, что это не политический вопрос, это вопрос просто конкретного выживания. Да, телевизор может вам рассказывать все, что телевизору угодно, но это ваша жизнь. Зачем вам ее таким образом ставить, ну, абсолютно ненужную угрозу? Ну да, действительно, но они там говорят, мамулечка, бежим, его вспоминается, вот то еще осеннее, надо сваливать или вот как было. Пусть бегут, русские бегут, это хорошая тенденция, это хороший тренд. Но, тем не менее, когда, например, прилетают тоже уже с завидной регулярностью, знаете, Юрий, это даже нас не удивляет, это так просто утром просыпаешься и думаешь, а еще один, еще один дрон над Москвой, еще один дрон над Калужской областью, еще один дрон над Шебеки, налетит это все тоже, пусть еще не так массово, но летит, да. Но, тем не менее, там они вот говорят в самой России, что если не смотреть вверх, как вот в знаменитом фильме, да, то, в принципе, пусть летит, он же нас не трогает. Они не понимают, что еще чуть-чуть и тронет. Видимо, не до конца, потому что, с одной стороны, ну, мы слышим, скажем так, разносторонние репортажи, и, видимо, до людей это недостаточно доходит, но, с другой стороны, мне кажется, что ситуация достаточно быстро меняется, и я надеюсь, что там происходят какие-то перемены, когда люди все-таки видят, что может быть бомбежка где угодно. Понимаете, с одной стороны, героический народ Украины привык к тому, что идет война, и люди по-разному реагируют на опасность. А с другой стороны, арабский народ России, который застрял в ситуации, с которой у них нет выбора, и, как я помню, была цитата, кажется, Путина, что первые два года будет тяжело, а потом вы привыкнете. И вот это, ну, сколько эти терпилы, эти рабы в состоянии терпеть, перед тем, как они решат, что лучше устроить бунт, смуту, революцию, чего угодно, чем лезть дальше в эту мясорубку. В какой-то момент, например, арабская весна, там был продавец фруктов, который сжег себя, и после этого началось. Что может, должно произойти в России, я знаю, например, Юрий Фиштинский, очень уважаемый человек, говорит, считает, что если будут атаки по Москве, то это произведет впечатление. Я, честно говоря, даже в это до конца не верю, потому что мне кажется, что в рабской стране бить по рабам, это, ну, какой-то может иметь эффект, потому что владелец этой плантации все равно, ну, потерял рабов, ну, все рабы его, поэтому это не так важно, поэтому в конце концов ситуация, мы как бы поднимаемся, эскалация все-таки происходит, потому что нужно войну заканчивать. На Западе очень хотят, чтобы эта война закончилась, победы Украины и поскорее, и то, что нужно бить. Понимаете, у всех болевые точки в разных местах, и западное общество думает, и думало долго о том, что люди имеют значение. В России они имеют никакого значения, поэтому стали бить по складам, бьют по складам, тут, там могут пострадать люди, которые мимо проходят, западные союзники всегда об этом говорят, что нужно бить только, так сказать, по целям, но вот такое может произойти. Но вот так по-разному идет война. И даже когда выясняется, что дрон в Москве ударил, что там какое-то там, я не знаю, отделение Минобороны или еще что-то. То есть даже эта разведка лучше работает у Украины, чем, я не знаю, москвичи, может быть, не знали, что там находится в этом стеклянном здании. А украинская, американская, западная разведка знали. Так что, господа россияне, вы можете ждать, сколько вам хочется, но это хуже и хуже для вас оборачивается.